Здравствуйте, дамы и господа! Рада приветствовать вас на Алина Резельман ТВ! Сегодня у меня в гостях Елена Борисова, менеджер по продажам и развитию бизнеса. Елена работает в нефтегазовом консалтинге и сегодня она поделится с нами своими знаниями и опытом, как строить карьеру. То есть сегодняшний выпуск о женщине и карьере. Елена, рада приветствовать тебя опять снова на нашей передаче. Спасибо. Спасибо за приглашение. Итак, Елена, ты работаешь в сейлс. Расскажи, пожалуйста, когда ты поняла, что продажи это именно то, чем ты хотела бы заниматься? Ну, Алина, начнем, наверное, с того, что по образованию я преподаватель информатики, то есть сейлс, в принципе, по образованию не имея никакого отношения. И все, на самом деле, началось благодаря человеку, который сумел во мне разрядить какие-то задатки СЛЗА. Это был твой, наверное, бывший руководитель? Это был HR-директор одной из компаний, когда я пришла на позицию помощника-руководителя. Ну, а говорю, что прежде, чем прийти на эту позицию, я отработала оператором ПК, была системным администратором, помощником-руководителем. И вот в очередной раз пришла на должность помощника-руководителя и услышала, а интересно ли вам будет приносить кофе и чай? Не унизит ли это вас? Я задумала, сказала, ну, я же пришла на эту позицию. Ну, да, конечно, не очень интересно. И услышала, что давайте попробуем, у нас есть позиция селс-менеджер на Европу. Будет ли вам интересно? Я безумно заинтересовалась и сказала, ну, давайте попробуем. У меня была интересность совмещения IT-знаний и знаний английского языка. Как раз это то, что мы искали. Потому что, как правило, люди, которые знают язык, не владеют IT-ищами. И наоборот. Ну, в общем-то, с этого началась моя карьера. Затем я попала в компанию American Express, уже в другую индустрию. Если изначально это была телекоммуникация индустрия, то затем это уже был корпоративный туризм. Мне нужно было переключиться в моменте. Ну, в общем-то, это удалось. Очень интересно. То есть, наверное, очень важно, когда кто-то из ваших руководителей может увидеть в вас потенциалы. Тебе повезло, можно сказать. Да, да, да. Я думаю, важно же не только увидели, а как-то, знаете, приободрили, что ли, сказать, что. Поддержали. Поддержали, да. То есть, вселение какой-то надежды, вершки, а действительно, почему бы и нет. Отлично. А как ты думаешь, когда ты выбираешь карьерный путь, что важно? Образование, навыки, опыт, может быть, какие-то личные качества? Мне кажется, что, в принципе, важно все в совокупности. Но, наверное, личностные качества превалируют, потому что это то, с чем мы рождаемся и, в общем-то, становимся личностью. На это оказывает влияние воспитание, окружение. И переделать это крайне сложно. Если опыт можно набрать, знаний набраться, научиться, то личностные качества, то есть, если ты, например, ну, так скажем, подлый в каких-то рамках или смыслах слова «человек», то, наверное, ты будешь во всех сферах своей жизни проявлять вот такое отношение и к работе, и к коллегам, и к семье. И это сложно искоренить. И наоборот, если у тебя есть ценности здравомыслящего, гармонически развитого человека, действительно, это тебе поможет. Потому что мы живем среди людей, и, в общем-то, человеческое уважительное отношение никто не от меня. Поэтому я думаю, это первостепенно важно. Но, конечно же, это все должно подкрепляться должными знаниями, правильным опытом, хорошим опытом. Да, и, кстати, что касается личностных качеств, я даже слышала такое, что селзом, то есть специалистам по продажам рождаются, ими невозможно стать. Да, действительно, это правда, потому что так или иначе переговоры мы ведем каждый день, начиная от того, какой канал по телевизору смотреть, и, не знаю, заканчивая тем, чтобы заставить ребенку убрать игрушки в комнате. Это, в своем роде, те же элементарные переговоры. Это правда. Ну, теперь немножко поговорим о женщине и карьере. Как ты думаешь, у нас сейчас в стране, ну, может быть, давай сконцентрируемся на Москве, есть ли еще такие понятия, как гендерная дискриминация, или все-таки женщина сейчас может добиться практически всего? Ну, лично мое мнение, что, в принципе, наверное, уже женщина достигла такого уровня, что она вполне конкурирует с мужчиной. И психологически, наверное, обусловлено то, что женщина может одновременно выполнять сразу несколько задач. Что при всем моем уважении не может практически ни один мужчина. Мужчины, они концентрируются, как правило, на одной задаче, и постепенно выполняют. В то время как женщина может одновременно вести абсолютно кучу дел. И в бизнесе, и при этом одновременно участвовать в жизни ребенка, семьи, мужа, детей и так далее. И, наверное, заниматься еще и хобби. Да. И спортом. Следить за собой. В этом, наверное, есть огромное преимущество для женщины. Ну, во всем остальном терпение, труд, все перетрует. Если женщина работает, работает много и качественно, конечно, будет результат. И даже если, может быть, не сразу могут женщины воспринимать серьезно, в особенности, если она занимает достаточно хорошую, высокую позицию, то рано или поздно женщина все равно, если она готова к этой позиции, заслуженно получила эту позицию, она подтвердит свой авторитет, в общем-то, должное право занимать ту должность, которую она занимает. Да, я согласна. Я думаю, что у нас потихонечку в стране также начинает преобладать матриархат, и гендерные проблемы, да, они уходят в прошлое. Советно согласна. Также напоследок, что бы ты хотела пожелать девушкам, женщинам, которые работают, может быть, иногда в мужской индустрии, им приходится сложно, может быть, у тебя есть какой-то ценный совет для них? Я бы пожелала ни в коем случае не терять уверенность в себе, верить в себя, в свои силы и, в общем-то, спокойно, полномерно делать то, что нужно делать. Рано или поздно всегда будет результат. Спасибо, Елена, что соглашалась быть в нашей программе. А я вас жду скоро в гости. Не забывайте заходить на мой сайт и не забывайте подписываться на мой канал. Всего доброго, до свидания.